Все пришло в движение. На строительной площадке дома жилищного комплекса «Победа» дело сдвинулось с мертвой точки. Новый подрядчик привез кирпич и раствор. Бригада каменщиков приступила к работе. Утром к «Победе» приехал депутат Государственной Думы Николай Панков. Политик подключился к решению судьбы этого проблемного долгостроя. Когда мы стали заводить нового строителя, когда он посчитал и говорит, здесь экономика складывается, чтобы достроить дома, нужно просто вложить свои средства. Те, кто здесь находился раньше, они ставили другие задачи. Они говорили, что нам нужен кредит, нам нужна дополнительная земля в виде компенсации, нам нужно еще что-то. То есть все, что угодно, только не вкладывать свои деньги, чтобы достроить дома. ЖК «Победа» должен был представлять собой каркасно-монолитный дом высотой до 27 этажей. У строительной организации, которая сейчас пришла на объект, стаж более 10 лет. Она настроена работать в интересах людей. Николай Панков подчеркнул, что главное, чтобы стройка шла и были соблюдены все юридические тонкости. Тысячи саратовцев ждут, когда можно будет заселиться в «Победу». Их уже не раз вводили в заблуждение предыдущие подрядчики. Мы покупали все квартиры в пятом доме, так как он был изначально из красного кирпича. У людей был выбор покупать квартиры в шестом доме, который был построен из белого силикатного кирпича, или в пятом доме, который построен из красного кирпича «Римкер». На данный момент наш генеральный подрядчик, которому мы были рады все до определенного момента, заменил кирпич без согласования с дольщиками. Большинство дольщиков, к сожалению, против этого. По словам дольщиков, они устали от постоянных отсрочек и надеются, что сроки переноситься больше не будут. Жилье они ждут долгое время. Новый застройщик подтвердил свою готовность достраивать два дома ЖК «Победа». Он внесет свои средства, и жителям не придется доплачивать деньги. Дольщикам Николай Панков предложил решать все вопросы вместе. В конце недели состоится еще одна встреча. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов, 24.